Я работаю в Яндексе, я там работаю с десятого года. Сначала я в прошлые годы работал в Яндекс.Новостях, потом пошел в поиск. И все-таки естественно получилось, что из новостей попал в поисковую свежесть. Потом занимался еще немного чем. Повожу второй тройкой интересных поисковых сервисов и учащихся в свежестьх, которые сегодня речь пойдет. Данное выступление является некоторой компиляцией нескольких других выступлений. Одно из них было год назад на Яндексе внутри, его можно найти на сайте . Другое – это то, что вошло в еще не опубликованный курсерный курс поисковым поисковым поискам. А еще больше я просто обрел бы, потому что на время пошло. Почему об этом имеет смысл и говорить? Значит, вообще, эти вот картинки я всегда делал в курсерный курсер. Понимаете, английский язык, думаю, курсерный. Вот я его делал и думаю, ну вот сейчас одну из самых таких горячих тем. Поэтому на эту тему какие-то документы потом просто скажу. Дорогие друзья, понимаете, вот много есть такого контента, который интересен в течение небольшого отрезка времени, а потом с ним совершенно не нужен. Вот что-то есть, тут есть матч Риал-Станьол, был для этого 1 октября 2016 года. Здесь был драже очередной, здесь макета Лон Маска. Ну, короче, ясно, что все эти документы были когда-то достаточно полезными, нужны были. Но их полезных быстро со шла на нет. С одной стороны, если мы говорим о поиске, несмотря на то, что их полезность ограничивается там учительными днями, иногда они очень сильно нужны. Вот. Такой простой пример. Значит, берем того же Лон Маска, значит, октября 2017 года. Ракет запустила, всем было интересно. Вот. Ну, с другой стороны, ясно, что и Википедия какая-нибудь тоже нужна. Ну, если речь о поиске, да? Вот. То есть, в какой-то момент, когда что-то происходит, например, с человеком, вот этот документ, он может казаться сильно полезнее, чем та же Википедия, да? Ну, потому что всем интересно, а что, собственно, с ним произошло. Вот. Ну, в другое время ясно, что Википедия будет пополезней, если особо ничего не происходит, никакая свежь не нужна. Вот. Ну, а если брать выдачу какую-нибудь настоящую, в которой может быть свежая, а может быть не свежая, то тут мы, вообще говоря, должны видеть все, ну, в какой-то пропорции. Вот, скажем, если я спрашиваю про любимые некоторыми моими друзьями клубы Real Madrid, то я вообще хочу, например, не только какие-то свежие документы, вот про этот матч, например, да, но еще, например, хочу актуальное количество очков, турнирные таблицы, там какие-то грядущие матчи и так далее, то, что какая-то свежая информация, вообще говоря, не представлена именно документами какими-то. Вот, то есть, в общем, в случае речь идет не только про ранжирование, а вообще про дувание какой-то актуальной информации. Вот, собственно, если выращаться к поиску конкретно, то есть всего две задачи. Вот у вас есть запрос, и вам нужно понять, какие свежие документы, там, новости или еще что-нибудь на него для этого запроса релевантны, ну, и в какое место выдачи их положить. Задачи действительно разные, ну, просто потому что по тому же запросу Илон Маск свежие документы вполне себе могут быть сравнимы по самой обычной релевантности, да, с другой стороны, может оказаться, что по сравнению с той же Википедией они сейчас не очень важны. Вот. Значит, как вообще в области ранжирования свежего двигалась человеческая мысль? Ну, вот это может быть не каноническое изложение, но, по крайней мере, такое, которое я смог накопать. Вот. Когда-то были столько стационарные модели, что языковые, что модели релевантности, ну, в которых как бы ничего не меняется, да, они такие все время одинаковые. Вот. Потом где-то в начале двухтысячных люди стали думать о свежести в контексте двух вещей, в контексте новостей и в контексте социальных сетей. Вот. Внезапно обнаружилось, что, ну, когда возник там Твиттер, Фейсбук и все такое, что ранжирование постов, например, твиттерных сильно вообще, говорят, время не зависит. Ну, их актуальность бросается в глаза настолько, что люди это заметили. Вот. Хотя в других сегментах это было еще не так очевидно. Вот. Потом. Что же было потом? Ну, вот потом еще там постепенно мысль вообще двигалась в области ранжирования, стали обучаться по кликам, стали делать какие-то онлайн-предикторы там реал-таймовые. Естественно, что это все для свежести тоже полезно. Вот. В поиске Яндекса примерно, ну, что-то сильно похожее на свежесть появилось годой так в 2010-м. Вот. Ну, как, как некая отдельная сущность, да. Вот. И тогда же появилось что-то связанное с разнообразием поисковой выдачи, когда мы поняли, что, ну, там, скажем, по запросу Ягуар вам может хотеться самого разного. И вообще говоря, надо это учитывать. Вот. Ну, и сейчас, конечно, в этом все самый главный вопрос и в ранжировании свежего, и в ранжировании вообще разнообразия, это обучение по пользовательским данным. Потому что понятно, что там можно намного больше аспектов рассмотреть, там просто данных больше и так далее. Ну, вот. Значит, о чем речь пойдет? Во-первых, хочу вам показать какие-то ситуации, когда свежесть, очевидно, нужна, чтобы вы поверили, что она нужна, если еще не верите. Вот. Дальше чуть-чуть про такие state of the art, какие-то работы про нестационарные модели, про модели ранжирования нестационарные. Ну, вот. Которые где-то там на заре появлялись потом, про чуть ближе, про то, что мы делаем, про оффлайн-онлайн подход. Ну, и, наконец, развлекательная часть, шестой, седьмой пункт, не так важно, что там. Вот. Значит, про то, когда и как это выглядит, когда свежесть действительно нужна. Ну, вот. Простой факт, что польский интерес по некоторому запросу меняется течением времени. И результаты ему, бывает, нужны разные. Вот. Есть такой запрос «Евровидение 2016», и люди разные про него спрашивают. Вот. Сейчас мы увидим, ну, что-нибудь вот такое там. Тоже, на самом деле, октябрьский скриншот. Может, сейчас чуть-чуть по-другому это выглядит. Ну, короче, что нужно людям по «Евровидению»? Ну, там, записи исполнителей, да, там, какая-то карточка, картинки. О, песня «Победительница» есть. Вот. Ну, казалось бы, логично. Но понятно, что этот конкурс когда-то был еще не завершенным. Вот. И до этого момента людям было не это интересно, потому что пока он не прошел, победитель никому не нужен, как бы, да. Вот. Значит, вот апрель 2016-го спрашивают, когда это произойдет, кто от нас поедет, какие там песни. Потом спрашивают прогноз, букмекеры, онлайн-трансляции. Ну, вот уже ближе к началу. Вот. Потом спрашивают, кто прошел финал. Это вот когда полуфиналы начались выступления посмотреть. Ну, наконец, кто победил. Да, вот. И все это спрашивается в контексте одного и того же «Евровидения». Вот. И ясно из этого, что интересы разные вообще бывают. И, соответственно, разные документы будут релевантны по запросу «Евровидение» просто. Вот. Дальше интересно, что примерно через два месяца после окончания этого «Евровидения» начали спрашивать про следующее. Это тоже какой-то неожиданный интент. В смысле, нужно ли вам, скажите, пожалуйста, по запросу «Евровидение 2016» что-то рассказывать про «Евровидение 2017»? Ну, может и нужно, да. Интересно посмотреть, как это распределено во времени. Вот пользовательский интерес. Значит, высокий такой пик. Понятно, что это день финала, все про него спрашивают. Вот. Полуфиналы тоже какой-то интересный. Но вообще забавно, что интерес очень быстро так сходит на ноль, да. Практически моментально. И достаточно типично для свежего контента. К нему интерес теряется буквально в течение пары дней. Кстати, интересно в этом смысле посмотреть еще на такую вещь, как посты на хабрахабре. Вот. Никто не верит, а у них, на самом деле, примерно так же все устроено. Вот. На некоторых других ресурсах бывает по-другому. Скажем, у вас есть документ. У него есть естественный какой-то пик трафика по выходным, например. Ну, когда все, значит, возвращаются, начинают потреблять. Вот. Он тоже быстро бывает. В понедельник сходит на нет. В следующие выходные он немножко возвращается. Ну, и так вот. Падение там уже на уже недель. Вот. Но если брать вот там веб-поиск и то, что людям интересно в интернете, то вот так вот оно обычно и устроено. Что-то произошло, все начали про это спрашивать. Ну, потом, если какой-то новой подпитки нет, то про это все быстро забывают. Вот. Свежесть в этом смысле, она все время разная, да. Вот. Не бывает двух дней, когда одно и то же спрашивают. Ну, вот в разный момент времени людям разное нужно. И вот, скажем, вначале нам интересно, кто вообще выступает, потом какие-то онлайны, потом какие результаты. Вообще есть более простой ответ на этот вопрос, что людям просто нужна актуальная информация. Вот, собственно, свежесть — это такая штука, которая эту актуальную информацию предоставляет, если она нужна. Ну, вот исходя из того, что примерно там трое суток нужно теме для того, чтобы почти полностью заглохнуть, мы в свежий слой там примерно трехсуточные документы кладем. Вот. Ну и по некоторым запросам их подмешиваем. Вот. У нас есть такая вот статья 2011 года, где описан некоторый подход того времени к тому, как свежесть в выдаче подмешивалась. Вот. Ну, вот есть этот пост на Хабре мой. Там чуть детальней, может быть, чем сегодня расскажу про некоторые моменты, про что там вообще нет. Но есть после этого уже там вот это выступление июньское. Есть сегодняшнее. Вот. Исходя из этого всего, вы можете какое-то представление по теме получить. Теперь ближе к теме. Вот. Из того, что я нашел вот такого прямо очень раннего, есть такая прекрасная-прекрасная работа 2003 года. Time-based language models. Это про языковые модели с учетом какого-то понимания собственно там актуальности и так далее. Вот. Авторы сделали интересный вывод. Они посмотрели, как распределена релевантность документов по разным запросам, зависит от возраста документов. И обнаружили, что есть, вообще говоря, запросы разные. Вот. Здесь наша шкала. Справа 120 дней, 120 месяцев. Тут аж 1994 год там какой-то. Вот. Ну и у кого-то какого-то запроса вот релевантность как-то сосредоточена в достаточно старых, в старой области, да. А и запросы, где релевантные документы практически полностью сосредоточены в каких-то недавних там месяцах. Вот. Собственно, авторы это заметили и попытались это как-то учесть для того, чтобы в итоге интегральное качество было повыше. Ну, конечно, поскольку статья вышла в свет, им это удалось. Как же они это сделали? Вот. Ну, для начала они вот начинают с того, что вообще есть какие-то, значит, модели релевантности. Вот тогда как бы еще, я так скажу, не было настолько распространенной практикой взять и там обучить MatrixNet, потому что его еще не было вот на какой-то выборке. И вот, поэтому, ну вот, например, такая, ну, некая вероятностная модель, значит, определяющая, какова вероятность порождения, скажем, запроса из документа, если документ рассматривается как языковая модель, да. Ну вот, ну, например, такая есть релевантность. Вот. Дальше есть другая модель релевантности. Мы берем и строим некое совместное распределение там запросов и слов, и затем считаем расстояние кульба-калибера между распределением порожденным запросами и документами тоже получаем какую-то релевантность. Ну, пока что, как видите, никакой инстационарности нет. Вот. Дальше она появляется и выглядит она достаточно лаконично. Вот, значит, здесь TD — это время создания документа, TC — это текущий timestamp. Вот, соответственно, вводится некоторый prior — оптериорное распределение для документа. Какова вероятность того, что документ релевантный был порожден, там, N месяцев назад. Вот такое вот, значит, обстериорное распределение добавляется, и дальше тюнется один параметр, вот этот лямб, для того, чтобы получить получше результаты. Собственно, вот они добавили это в языковые модели, добавили в модели релевантности, читались везде профит, причем очень большой. Вот. Ну, тут аж в полтора раза довольно сильно выборка была такая, что, ну, там этот эффект достаточно сильно влиял. То есть там довольно много было запросов, где свежесть решает. Вот. Другая интересная тема, которая тоже... Вот. На эту работу она, как ни странно, ну, относительно новая. Аж четырнадцатый год. Я как-то даже удивился, когда ее раскопал. На нее сейчас очень много ссылок. Ну, видимо, авторы были первыми, кому пришло это в голову опубликовать, что ли. В общем, для меня немного загадочная. Речь идет о восстановлении распределения, ну, по набору точек. Вот. У вас есть некоторое количество вещественных чисел, да, вот, ну, такой, грубо говоря, график. Скажем, релевантность в зависимости от возраста. Вот. Но у вас есть просто распределение, соответственно, какой-то там набор точек. Вот. Вы хотите сказать, что в действительности это распределение, надо его восстановить. Вот. Вы восстанавливаете это распределение, ну, а дальше что делаете? Либо вы глобально строите самое лучшее распределение вероятности релевантности от возраста, либо как-то классифицируете запросы документы, там, вот это умножаете, просто какие-то факторы нового выводите и так далее. То есть применение там довольно много можно найти. Вот. Но ребята сделали довольно простую вещь. Они говорят, давайте введем ядерную функцию. Окей. И эта ядерная функция принимает некоторый такой нормированный аргумент. Вот у нас f от x, это, собственно, то распределение, которое мы восстанавливаем, да, оно должно в любой точке быть определено. А у нас есть n точек, в которых мы, по сути дела, реализация этого распределения знаем. Вот. Ну и там положим, они еще и взвешенные там как-то. Вот. И, ну там разные вот эти kernel functions можно рассматривать и различным образом взвешивать примеры. Вот. В чем, собственно, magic этой работы заключается. Ну а еще это вообще действительно неплохой способ построить, ну восстановить распределение из примеров. Он просто можно пользоваться, потому что он прикольный. Вот. Ну, естественно, приходит в голову, а давайте простейшим ядром у нас будет нормальное ядро. Вот. Ну вот, значит, какие-то есть точки, видите, тут, значит, черные по горизонтали, это вот, собственно, те самые венты, которые насэмплены из истинного распределения. Вот. А эти разные графики, это с разными параметрами подогнанные вот эти вот KDE-шки. Вот, например, если по этим данным судить, то оказывается, что там где-то в этой области в основном все сосредоточено. Ну, естественно, поскольку распределение восстановлено, мы можем и для новых документов его тоже вычислять. Не для тех, которые в трене, как бы, а для всех. Вот. Ну, если присмотреться, можно заметить, что, значит, чем, там, не знаю, шире окошко, чем глажа функция, тем восстановленная функция тоже оказывается глажа и так далее. Значит, дальше они еще рассматривают вопрос, как взвешивать разные документы. Вот. В каком-то случае они могут быть взвешены одинаково, в другом случае мы их можем… Ну, может быть, тут можно найти даже какое-то понимание регуляризации, да, как-то сказать, что те документы, у которых хороший, ну, некоторый likelihood для этого запроса, те более важные. Можно сказать, что еще вот rank-based — это интересная штука. Мы берем некоторый способ, скажем, по тексту релевантности ранжировать документы и дальше в зависимости от ранга получается разный score. Ну, как бы, это не то же самое, да, что в зависимости от просто текстовой релевантности. Тут ранжирование решает. Вот. И еще они на всякий случай сделали вариант взвешивания с оракулом, когда оценки релевантности просто настоящие берутся, просто посмотреть, как это работает. Ну, вот. Они, значит, мерили min-average precision и precision для первых 30 документов. И вот у них этот KDE-ранг, будучи добавлен в модельки, очень хорошие показали результаты. Вот. Как видите, вообще KDE-шки достаточно сильно рулят в целом. Кстати, recency — это внезапно тот самый метод, который был в прошлой статье 2003 года. Вот. Ну, можно заметить, что в 2014 он продолжал как-то улучшать показатели. Вот. Но в 2014 году люди придумали что-то получше. Вот. С другой стороны, можно заметить, что разрыв между оракулом и лучшим результатом все еще достаточно большой, да. Вот. Это говорит о том, что здесь еще есть чем заняться, и это радует. Ведь раз есть, значит, нам будут платить зарплату. Не так ли? Окей. Теперь чуть-чуть про какие-то базовые модели ранжирования, которые там бывают. именно свежего. Вот. Есть такой подход, который мне показался достаточно симпатичным. Авторы говорят, ну вот давайте, у нас есть вообще оценка релевантности, но мы тут подумали, что оценка актуальности — это вообще немного другая вещь, да? Ну правда же другая. Вот. В 2007 году мог быть описан вообще прекрасный текст по поводу, ну например, президента США, да. Так вот, проблема в том, что он с тех пор пару раз изменился, и несмотря на всю свою релевантность по запросу президента США, он как бы уже никому не нужен. Вот. Поэтому мы с такая. Ну давайте отдельно оценим именно актуальность. И введем... Ну я тут так это, знаете, политкорректно перевел это слово как понижение, ну пусть будет понижение. И понижаем, значит, ему оценку релеванности там на один или на два грейда. Если вы понимаете, о чем я не актуален, понижаешься в грейде. Ревью, все дела. Вот. Дальше интересно посмотреть, а как, собственно, эти понижения или отсутствие понижения распределены. Ну вот, например, вообще без каких-либо понижений в основном документы, ну там, скажем, до десяти дней оказываются. Без понижений уровня один, ну там где-то до шестидесяти дней. Без понижения уровня два, ну так более-менее равномерно. Это логично, потому что вероятность вообще того, что документ написан пять дней назад и его уменьшат в грейде релевантности, да, но она несколько меньше, чем если бы там пятьсот дней. Ну просто из общих соображений. Ну, собственно, тут это и демонстрируется. Я бы даже сказал, тут интересный момент в том, что, ну, тоже достаточно хороший датасет нашелся, где это вообще видно. Это довольно такая нетривиальная вещь. Вот. Ну, значит, у них уже, ну, десятый год, да, есть какие-то факторы. Уже вполне себя обучают. Матрикс нет, тоже уже есть, но пока не используются, ну, ими, в смысле. Ну, и дальше, ну, они, по сути дела, используют разные методы обучения и пытаются вот эти вот исходные оценки релевантности и модифицированные оценки релевантности как-то вместе соединить, чтобы получилось хорошо. Вот. Ну, значит, как можно делать? Можно вот прямо брать оценки релевантности as is, там, пофикшенные или не пофикшенные, можно их как-то смешивать друг с другом, скажем, брать пары обычной релевантности плюс брать пары пониженной релевантности, ну, то есть и так далее. Вот. По-разному обучаться. Собственно, для этого они предлагают, там, два метода тоже параметризуемых. Первое – это перевзвешивание, когда мы, ну, вот, по сути дела, учим ранжирование на парах и выставляем веса пар различные. Вот. Для пар свежий – свежий один вес, для пар свежий – не свежий – не свежий другой вес. Ну, вот можно этот параметр тоже тюнить. Вот. Другой способ – это мы берем обычную релевантность, обучаем под эту модельку и затем ее дообучаем на свежих примерах. Ну, тоже довольно естественные подходы, все более-менее сейчас хорошо известные. Ну, и вот у них модель с перевзвешиванием оказалась самая лучшая. Видите, они NDCG аж на процент подняли. Причем интересно, что, может быть, даже я бы сказал, вполне ожидаемо оказалось, что для оценок с понижением релевантности за актуальность, да, результат получше получился. Но интересно и то, что они умудрились без вот этого вот уменьшения релевантности тоже получить какой-то профит. Вот. Ну, можно только так сказать, когда вы придумаете какую-то хорошую вещь, на тесте она, вероятно, будет работать. Ну, по-моему, примерно так. Вот. Значит, теперь следующая интересная мысль, она звучит примерно так. Ну, послушайте, есть свежесть. Свежесть — это что-то про то, что прямо сейчас происходит. Давайте попробуем в реал тайме как-то данных собрать и в реал тайме что-нибудь потюнить. Ну, давайте. Значит, базовая схема такая. Берем, предсказываем CTR на первой позиции, ранжируем оптимальным образом, у кого больше предсказаний, тот первый. Epsilon Grid Exploration — это из обучения с подкреплением, да, то есть с некоторой небольшой вероятностью на первое место ставим просто случайный документ, чтобы статистику собирать со всех и поэтому обучаться. Вот. Ну и, собственно, обучаем эту модель для CTR. Ну, модель у них линейная, ну, собственно, почему бы нет. Значит, в ней есть следующие компоненты. У нас есть вектор признаков, он зависит от запроса и и, ну, вообще говоря, документы, там, пользователей и так далее. У нас есть вектор коэффициентов, обученный по всей выборке, которая была, ну, там, какой бы она ни была. И вот самая интересная штука — это вот этот коэффициент. Он смещает оценку для конкретной пары в запрос документ, по сути дела. И эта оценка в онлайне все время обновляется. Вот. Ну, вот эти графики демонстрируют, что это хорошая идея, если кратко. Вот. Байсы действительно улучшают вот этот вот Relative CTR. Единственное, что интересно, у них почему-то во всех методах CTR постепенно растет, да, как бы независимо, то есть там bias нет, там bias. Ну, наверное, просто пользователи постепенно начинают любить систему больше. Их можно понять. Вот. Окей, теперь к тому, чем мы там в своей компании занимаемся. Самый лучший. Про оффлайн и свежесть. Значит, для начала рассмотрим стандартную схему. Вот, предположим, у меня есть запросы, документы. Мне надо понять, хорошо ли я их отранжировал, да. Ну, там, более-менее известный способ. Я их показываю каким-то экспертам. Эксперты говорят, это хорошо, это плохо. Дальше я считаю какой-нибудь DCG. Вот. Все здорово, пока не приходят люди свежести и не говорят, что у нас все не работает с такой схемой. Вот. Значит, ну, для начала разберемся с ней. Ну, а есть еще там метрика, которая называется Pfound, или если вы хотите публиковаться в зарубежных изданиях, вы должны ее назвать IRR. Ну, потому что такое название уже за ней там закрепилось. Вот, собственно, в этой статье она так и называется. Вот. Значит, релевантность – это вероятность того, что пользователь удовлетворен документом. Вот просто так понимается. Дальше пользователь сверху вниз просматривает выдачу. Если документ его не удовлетворил, он убегает конкурентом. Кто бы это мог быть? Вот. И нам, конечно, хочется, чтобы он этого не сделал. Нам хочется, чтобы он добился успеха. И вот вероятность этого успеха мы хотим, собственно, оценить. Ну, вот. Значит, если у нас релевантность – это вероятность удовлетвориться, есть вероятность Pbreak того, что он откажется от системы после очередного документа, то вот так вот по-простому она вычисляет, что посмотреть на I плюс первый документ, надо посмотреть на it. It не удовлетвориться, поэтому один минус релевантность. Ну, и вот, значит, продолжит просмотр. Поэтому один минус Pbreak. Вот. И, коль скоро релевантность документа – это вероятность того, что он ему, значит, пригодился, то вот вероятность того, что именно it и документ окажется тем самым, ну, вот такая. Вот. Соответственно, мы все это суммируем, получаем вот тот самый Pfound. Собственно, вероятность того, что на запросе пользователь был нами доволен. Ну, вот этот Pfound как бы и надо растить. Интересный момент заключается в том, что в действительности там релевантности, близкие, скажем, к 0,5 в природе практически не встречаются. Даже там по запросу, не знаю, «Тигр в Википедии», вообще говоря, много людей не в Википедию хотят. Вот как бы так устроена жизнь. Поэтому с релевантностью надо быть аккуратными, ну, и поэтому в действительности Pfound слишком больших значений редко достигает, прямо скажем. Вот. Но для свежести есть вот много проблем. Во-первых, вообще понятие релевантности, оно настолько сиюминутное, что собрать какой-нибудь представительный пул, ну, практически невозможно. Ну, вот, не знаю, есть там какое-нибудь происшествие, там, не знаю, пожар условно, да. Вот он начался, через пять минут его локализовали, уже сообщения о том, что он начался, они уже не релевантные совершенно, они уже не про то. И если мы пул собираем там в разное время какими-то пачками, то ясно, что у нас оценки документов из дня в день как бы не перетекают. Вот. Поэтому если Википедия по запросу «Тигр» релевантна примерно всегда, то вот свежий документ по этому запросу релевантен какое-то конечное время. вот. И такой вот очень большой и актуальный для всех запросов всех документов пул поддержать, ну, довольно сложно или даже бессмысленно просто потому, что свежие документы там спустя часы все просто будут нерелевантны. Зачем он такой пул? Собственно, он у вас научит, что, ну, знаете, свежие документы с большим возрастом не нужны. Ну, супер, отличный вывод. Вот. Только вот за три последних часа я не очень могу большой пул собрать, чтобы на этом потом обучаться. Вот. Ну и, конечно, как и везде в разнообразии, сравнивать релевантности вот разнородных документов очень тяжело. Вот. Если помните тот пример с Илоном Маском, вот есть у вас в Википедии, да, есть новость про Илона Маска. Ну и скажите, какая из них более релевантная, пожалуйста. Вот. Как понять? Я не знаю. Единственное, что можно сделать, это, грубо говоря, пользователя спросить, да, если там 60 процентов кликают в новости, а 40 в Википедии, ну, значит, сейчас новость как бы нужна. Если это не так, то увы. Вот. Ну вот, чтобы как-то все это работало с разнообразием, свежестью и прочими вертикалями, придумали то, что, опять же, у нас тут называется white be found, а у них называется шестью буквами с черточкой. Вот. Значит, добавились слова intent aware, что означает следующее. Мы ввели интенты. Интенты – это, ну, некоторые интересы пользователя. Вот к тому же запросу Ягуара у нас может быть интент животное, машина, там, напиток, танк и что там еще бывает. Вот. И дальше мы хотим этим интентом назначить веса. И вообще говоря, с каждым интентом нам приходят разные релевантности. Ну, понятно, что википедия по запросу тигр для свежего интента вообще нерелевантна. Ну, например. Вот. Ну или документ про животное Ягуар совершенно нерелевантно по интенту автомобиль. Ну, например. Вот. Дальше мы, соответственно, имея конкретную выдачу и веса интентов, и вот эту матрицу релевантности, мы можем составить некоторую такую, ну, по сути дела, матрицу для каждого интента, посчитать его собственный epifound и с учетом весов, значит, их сложить, получить такую интегральную метрику, которая учитывает, собственно, вот эти разнообразные интенты. И, надо сказать, для свежести тоже работает. И вот эта вот оффлайн оценка вероятности свежего интента вполне себе уместная вещь. Я в свое время думал, что она недолго проживет, потому что непонятно, как ее делать, но оказалось, что она вот все-таки какие-то свойства очень полезные привносит все-таки в наше понимание. Вот. Поэтому, вот представь себе асессора, который должен ответить на вопрос, вот сегодня по запросу Илон Маск свежесть нужна или нет. Вот. Довольно тяжело понять. Надо много ресерчить, почитать новости, твиттеры, фейсбуки и понять, что же, что же там такое случилось, и вот это что-то, оно достойно того, чтобы попасть сюда или нет. Ну, понятно, этому асессору можно как-то помочь. Там, скажем, сегодняшние новости ему пока и там еще что-то такое. Вот. Но, в принципе, задача довольно сложная и особо полезная в смысле того, да не обращайте внимания, двери иногда открываются, в смысле того, что, ну, например, если наш онлайн сигнал нас как-то обманул, да, вот, скажем, свежесть не нужна, мы ее таки поставили, а пользователям она почему-то нравится, и она там осталась. То вот это нас сможет как-то тут сдержать. Вот. Я за пять минут накидал некую питаньячку, которую этот white pephone читает, и вот что аранжирует. Вот можно посмотреть. Тут вот это вот, наверное, не очень важно. Надеюсь, оно хотя бы без багов. Вот. А смысл вот в этой табличке. Вот натурально, как бы, когда мы хотим много вертикали замешать, нам вот такая штука нужна. У нас есть свежесть, есть вот то, что я называю веб, обычные блюлинки. Вот у них есть их собственные полуки, которые меняются, исходя из того, какие документы мы им показываем, да, есть какой-то там вот интегральный pephone для веба и для свежести. Вот если мы оптимизируем именно white pephone, то, как видите, вот в данном случае мы получили там 0.25 pephone для свежести, 0.45 для веба. Ну, как бы неплохо, да, там четверть людей, которым нужна свежесть, удовлетворились. Там половина тех, кому нужен был веб, тоже удовлетворилась, ну, примерно. Вот если мы свежесть вообще выключим, то тут мы получим ноль и вот четверть пользователей мы как бы потеряем, да, тем самым. Вот оптимизация, примерно, для этого нужна. Ну, вот это ранжирование там оптимальное с точки зрения пифаунда с учетом вот тех каких-то констант, которые я там ввел. В принципе, они могут быть и другими. И там, соответственно, другой будет вид у этой таблички. Вот. Но более-менее понятно, что мы делаем. Вот, как видите, мы здесь в итоге сделали так, что два веба, потом свежесть, потом веб, свежесть, веб, веб, свежесть, веб, свежесть. Вот. И если пользователь действительно смотрит сверху вниз и действительно только эти два интента у него есть, ну, вот там с какой-то неплохой вероятностью он ответ таки найдет. Вот. Кстати, интересно, что если, ну, если свежесть, скажем, отключить, то, ну, естественно, интегральный white perform тоже сильно меньше станет. То есть там каких-нибудь 10% пользователей тут мы потеряем. Вот. Теперь про онлайн. Понятно, что в современном мире одним оффлайном жив не будешь, потому что, ну, как бы очень сложно, даже имея огромное количество асессоров, там, миллионные выборки собирать. Это все равно их время, там, это денег много стоит. А с другой стороны у нас есть пользователи, которые прям заходят и сотни миллионов запросов в день, да, задают, да, друзья? Примерно столько. И все это можно как-то использовать для того, чтобы какие-то знания получать. Вот. Ну, тут тоже интересно, что в свежести не работают многие подходы, которые в вебе работают. Вот, скажем, ну, классический подход, который вот я, собственно, вам выше даже показал, да, это предсказание CTR на первой позиции. Вроде бы, как бы, почему это должно вообще работать? Ну, потому что в вебе очень много разных запросов, очень много разных документов, все равно там какое-то разнообразие есть, и вот формула, которая этому учится даже на продакшне, она, ну, более-менее ничего так. Вот свежести это уже совсем не так, потому что множество запросов, где свежесть реально нужна именно на первой самой позиции, это вообще довольно своеобразное множество запросов, небольшое, составляющее небольшую часть от всех свежих. И, ну, мы просто такого не наблюдаем, да? Мы, в принципе, такого события очень часто не наблюдаем, и поэтому там что-то предсказывать на нем достаточно бессмысленно. Мы получим супер смещенную формулу, которая, ну, в большинстве всей ситуации будет говорить что-то странное. Вот. Ну, вот есть, по сути дела, ну, такие выходы, которые надо, значит, время от времени перебирать, применять, смотреть, кто сейчас лучше работает, ну, и там как-то это крутится. Вот, положим, у меня есть такая выдача, вот так я поставил свежесть, и хочу теперь узнать, как бы мне из этого какую-то выборку получить именно для ранжирования. Вот. Ну, вы должны понимать, что клик – это, как бы, в идеале не просто клик, а некая более сложная сущность, которая определяет, что клик был не просто, ну, не просто он был, а он был полезен, а вообще это может быть, например, не клик, а вот человек что-то интересное с выдачи прочитал и так далее. Ну, базово, давайте считать, что это просто клик. Вот. Ну, тут можно по-разному выборке заставлять, тоже это в науке известно. Вот, например, я могу сказать, что пусть у меня будет задача теперь по парной классификации. Вот F1, он мало того, что в нашем начальном ранжировании был повыше, так в него еще и кликнули, значит, он хороший, все остальные плохие, значит, он лучше, пусть наша машинка этому научится. Я могу сделать point-wise задачу, как бы на кого кликнули, тот и молодец. Причем тут важный момент в том, что по большому счету я не всегда имею право смотреть на документы ниже последней кликнутой позиции. Скажем, если здесь у меня на 10-й позиции еще есть какая-то свежесть, то, скорее всего, ее не надо учитывать, потому что до нее просто человек не досмотрел. Вот. Есть такое понятие, как fixed CTR. Это вот, если сюда был клик, значит, что на документы выше человек посмотрел с гарантией. Вот. И можно их сравнивать. Вот. Можно листваясь постановку делать. Вот здесь так получилось, что они вот как поставлены, так и получилось. Но почему я имею право сказать, что F2 лучше, чем F3? Потому что текущая формула так решила. Это вообще довольно интересная штука, что вот такой подход, который заставляет новую формулу быть в тех местах, где это возможно не противоречить сигналу, похожей на текущий продакшен, это вообще тоже неплохая регуляризация. Ну, просто потому что если так не делать, то вы там с большой вероятностью получите формулу, которая очень уж сильно отличается от продакшена. Вот. То есть она реализует некоторую другую, я бы сказал, вероятность схему. Да? Если мы позволяем себе смотреть вот на такие случаи, как скажем F1 и F2, где один кликнут, другой не кликнут, вот, то мы в действительности чему учимся? Мы учимся переставлять два верхних документа текущего ранжирования, да? Ну, тогда так это и надо применять. Вот. Если же мы будем это применять глобально, то мы, скорее всего, получим нечто очень странное, потому что документы вот откуда-то там из нижних десяток, они будут совсем не похожи на эти, и там формула ведет себя неадекватно. Вот. То было чуть-чуть про ранжирование, а теперь давайте про детекцию. Значит, вообще, вот я там говорил про WhitePFound, нам, соответственно, нужно предсказывать в действительности вес интента, вот это есть вероятность, да? Вот. Ну, ее можно как-то квантифицировать, чтобы там было сколько-то понятных уровней, там, не знаю, 10, 20, неважно. Вот. Тогда это становится задачей многоруких контекстных бандитов. Почему многоруких? Потому что много разных возможных весов интента. Почему контекстных? Потому что я знаю какие-то факторы. Почему бандитов? Ну, потому что, потому что, потому что бандитов. Потому что я из этих вариантов выбираю, собственно, да? Вот. Значит, различные веса интента — это у меня разные бандиты. И еще, чтобы это было настоящее такое бандитское исследование, мне нужен некоторый reward. Вот. Ну, reward какой-нибудь придумаем, скажем, возьмем крикабельность выдачи, пусть вот будет наш reward. И поехали. Вот. Если я очень умный, то я какой-нибудь более умный reward придумаю. Ну, в принципе, задачи разные, да? Одна задача — это хороший reward для выдачи придумаю, другая задача — это под нее оптимизироваться. Вот. Первая задача, конечно, ну, такая непростая. К счастью, она не является темой сегодняшней лекции, поэтому пропустим ее. Ну, вот, например, вот с теми числами, которые были в приведенном коде на питоне, вот в зависимости от вероятности, ну, вот, от веса интента получаются вот такие разные выдачи, да? Вот, скажем, с вероятностью интента 0.9 аж 4 верхних документа все становятся свежими. Вот. Ну, вот, например, из этих вариантов я могу выбирать там, потом смотреть, как по этому кликают, и, значит, учиться. Вот у меня есть такой intent probability, у меня есть такой-то reward, такие-то факторы, вот я учусь это предсказывать. Вот. Вопрос только в том, как, собственно, данные собирать. Ну, вот, коль с коль это бандиты, следовательно, мне нужно некоторый exploration делать, да? Вот. Ну, вот есть, например, такой подход к exploration. Беру некоторое количество несчастных пользователей и показываю им просто случайно всяких бандитов. Вот. Вот. Поскольку запросы, тем более свежие запросы, это все время что-то разное там. Ну, конечно, можно какой-нибудь Thompson sampling прикрутить, но, скорее всего, он будет довольно странно работать, как мне кажется. Вот. Ну, потому что запросы сейчас и через 15 минут это вообще разные запросы, там как бы сложно вообще что-то, какую-то статистику собирать. Понятно. Вот. Ну, тут понятно, что, значит, мы в итоге получаем выборку, где для каждого веса интента у меня есть большое количество срабатываний, большое количество ревордов, я могу поэтому хорошо обучаться. Но проблема тут основная в том, что, несмотря на то, что выборка получается большая и классная, я очень много людей сделал несчастными. Ну, вот если свежесть там, ну, давайте так, нужна, ну, если я очень люблю свежесть, ну, пусть в десяти процентах случаев она вообще хоть как-то нужна, да. Вот. А я в десяти процентах случаях только на первой позиции буду четыре результата показывать свежих. Ну, это же уму непостижимо. Все эти люди будут страшно страдать. И все для того, чтобы я обучался. Вот. Ну, как-то кажется неэтично. Надо сделать их жить как-то получше. Ну, вот, есть, например, такой вариант. Давайте возьмем предсказание текущей формулы и будем ее чуть-чуть твикать. Вот. Поскольку я твикаю чуть-чуть, то, во-первых, я могу чему-то научиться, да, я как будто бы смотрю на градиент. Вот. Если я сделаю IntentVid чуть поменьше, к чему это приведет? Реворд вырастет, упадет. Вот. Можно на это учиться. Соответственно, формула становится композицией нескольких. Вот я беру базовую, к нему прибавляю формулу, которая вот оптимальный сдвиг предсказывает. Ну, и так вот оно работает. Этот метод тоже имеет недостатки. Вот. Он пользователям уже вредит сильно меньше, зато мы информации меньше собираем. Вот, скажем, если я с шагом 0.1 иду, да, и сейчас формула предсказывает 0, а должна предсказывать 1, то вот я только за 10 таких итераций доползу, ну, как бы медленно. Вот. Еще, если я обучу совсем другую формулу, то она часто будет не попадать вот в эту локальную окрестность production, и я как бы не смогу ее оценить. Вот. Ну, в оффлайне именно. Ну, вот. Ну, вот. Благодаря всем этим проблемам количество способов, как бы, собирать данные и вообще сами эти способы, это постоянный некоторый предмет ресерча, довольно интересный. Кстати, тоже очень близкий вот этой проблематике контекстных бандитов, да, потому что там тоже задача такая, у вас есть некоторый exploration, где вы, ну, грубо говоря, показываете некоторую случайную будучу, да, и вот вам надо соблюсти баланс, вам надо так этот exploration делать, чтобы на длительном периоде суммарно по всем пользователям, тем, кто в exploration и тем, кто в production, ну, максимальную пользу получить. Вот. Очень с этим интересно играться, и вот постоянно-постоянно с этим приходится экспериментировать. Вот. Еще важный момент, который все-таки надо помнить, что вот аспекты, они разные, ну, действительно, они могут быть сильно ортогональными. Вот кликабельность и релевантность, да, кликабельность многое от чего зависит, не только от релевантности, там, от любви и пользователей к хосту, от того, какой сниппет выбрался, от того, насколько завлекательный заголовок люди написали. То есть там можно и хорошее найти, и плохое. Вот. Релевантность, в свою очередь, тоже. Она говорит про то, что этот документ про то, что нужно, но она ничего не говорит о том, что, например, там хорошо контент представлен, после клика пользователь будет счастлив. Вот. Поэтому, вообще говоря, ну, новые аспекты вводить – это хорошая идея. Все время их там как-то оценивать, там, не знаю, авторитетность вводить и так далее. Вот. И смотреть, насколько вклад какого аспекта важен, постоянно эти параметры крутить. Вот. Это довольно важная часть работы. И в свежести тоже. Теперь пару слайдов про то, что это не только про веб. Мой любимый, значит… Ах, семнадцатый год был хорош, да? Вот. Вот. Вот я сдавал запрос в Real Juventus и все, радовался, радовался, потому что у нас в картинках и видео тоже есть свежесть. Они мне показывали, да, все сделали правильно. Вот. Понятно, что на любых вертикальных сервисах, будь то e-commerce, будь то там картинки и видео, свежесть нужна. Особенно e-commerce, когда выходит новый iPhone. Вот прям надо не забыть, потому что интерес к новому iPhone, он тоже такой очень временный. Если вы не вовремя сообразите, вы потеряете чего-то. Вот. В подсказках тоже важная история. Вот у нас, например, так работает, что вот вы спрашиваете, например, про матч, его здесь сразу видно. Ну и вообще говоря, история про подсказки, она такая, что есть запросы, которые там за предыдущие десять лет нам задавали, да? И там более-менее понятно, как их ранжировать. Ну вот натурально в большинстве случаев просто берете самые популярные, как бы, и он будет тем, что нужно. Вот. А запросы свежие, они не такие, их только сегодня начали задавать, и я каким-то образом должен понять, что вот то, что сейчас происходит, это важнее. Вот. И как-то смешивать вот эту вот частоту историческую с частотой свежей и так далее. Вот. Кстати, действительно, вот этот вот свежий suggest, это штука, которая, я вам гарантирую, что очень сильно влияет вообще на то, как там люди пользуются системой. Вот. В распознавании голоса тоже свежесть важна. Вот. Выходит мультик, зверополис, никто не знает этого слова. Распознаете об и как, получаете много гнева. Вот. Таких случаев было очень много. Ну, лечить их тоже можно разными способами. Можно, во-первых, модельки все время переподбирать, да, там каждый день, там два раза в день как-нибудь. Вот. Можно делать специальную добавочку свежую, скажем. Вот. Взяли web-свежесть, взяли все слова, которые за сегодня задали, и такие, значит, добавили к флангу модель, ну и как-то она заварилась. Вот. Ну, важно скорее понимать, что, ну вот, по сути дела, каким бы странным ни был ваш сервис, скорее всего, в нем есть что-то, что бывает актуальным. И вам надо про это не забыть, иначе вот на зверополисе вы получите много-много негативных отзывов. Вот. Ну, чуть-чуть про проблемы, которые я не знаю, как хорошо решать, но, надеюсь, узнаю, а потом новые найдутся, да. Вот. Ну, вот есть такая штука как авторитетность. То есть там загвоздка в том, что, ну вот, авторитетность – это часто штука, не связанная с релевантностью, с кликабельностью или хоть с чем-нибудь вообще полезным. Она еще и к тому же очень сложная, потому что она запросозависима. Вот сейчас я спрошу про политику, у меня одни источники нужны, завтра я спрошу про футбол, мне другие источники нужны. И вот такую вот хорошую модель запроса пользовательской зависимой авторитетности, которая еще учитывает, что если этот хвост начал нас пытаться оптимизировать по каким-то особенным запросам, вот надо его наказать, вот как бы вот такого собрать пока что не получилось, но было бы круто. И особенно увязать это как-то с пользой для пользовательского поведения, потому что, ну, часто оказывается, что, ну, там, даже с точки зрения того, как часто люди сервисами какими-то пользуются, вообще говоря, ну, там, разными контентными, да, оказывается, что, скажем, кликбейтовость заголовков – это всегда отлично. Вот, ну, это, с другой стороны, подрывает доверие к сервису, ну, и вопрос, собственно, в том, как вот тут найти какой-то баланс, как это правильно учесть. Вот, и скорость реакции речи вот о чем. Вот что-то случилось, и нам надо через две минуты уметь отвечать на вопрос, собственно, что случилось. Вот. Почему это сложно? Потому что пользователи не знают, что что-то еще случилось, они не знают про это еще запросы. Там, СМИ еще не знают, что что-то случилось, они не пишут про это никаких новостей. Ну, может быть, про это знают соцсети, но соцсети, знаете, такая штука, которая про много еще знает, вот, и на нее сильно полагаться бывает недальновидно, скажем так. Вот. И проблема в том, что на любых интегральных метриках вот этот вот момент, когда что-то случилось, и очень круто, если вы про это знаете, но про это еще мало спрашивают, да, это слабо сказывается. Вот поведет ли, приходит через час спрашивать, что там такое случилось в больших количествах. Там через час приходят, через три уходят. Вот первый час, если вы работаете хорошо, вы вообще-то молодцы. Вот. И это тоже скажется на любви к вам. Там вот я ехал, спрашивал, почему перекрыто движение в центре Москвы, почему мне так неудобно. Оказалось, футбол, я понял это и поехал назад. Вот. Очень полезно понять, что это произошло, да, вот пока, ну, даже с точки зрения человека, который в гуще событий, да, находится вообще, понять, что происходит. Вот. Довольно крутое свойство. Мой любимый тут пример, когда Альфа Го играла с Лисидолем в Го, вот, и мы через две минуты по запросу Альфа Го Лисидоле отдавали англоязычные документы про то, что вот, как бы, Лисидоле очередной матч проиграл. Вот. Это меня очень порадовало. Это было красиво. Вот. Другое дело, потом сидишь и спрашиваешь себя, ну, кто вот спрашивает про матч Лисидоле через две минуты после такого соревнования, кто это качество увидит? Вот. И, собственно, как бы челлендж, в том числе, в этом, чтобы пользователи как-то поняли, что это правда работает. А мы, правда, поняли, если это не работает, и сделали выводы. Вот про восприятие. Дело в том, что, когда делать сервис, важно не только, как бы, о метриках думать еще, ну, не то, чтобы метриках, я имею в виду, не только о бэкэнде, грубо говоря, да, есть еще восприятие. Вот. Если вы поняли, что это про Лисидоле, вы покажите человеку так, чтобы он понял, что вы поняли. А лучше, чтобы он понял все, что он хотел понять. Вот. Тут я очень люблю вот всякое такое показывать. Вот. СМИ вроде как научились с этим работать. Есть инфографика красивая. Вот, в принципе, мы в поиске тоже могли бы что-то такое собирать, чтобы было понятно. Вроде бы могли бы, но пока не научились. И с этим, на самом деле, довольно много разных интересных проблем связано. Или вот, например, вот так вот бывает. Вот там землетрясение произошло, а мы такую там красивую инфографику собрали и всем отвечаем. Казалось бы, как классно было бы. Но пока не научились. Это тот же самый слайд. О, спасибо вам, это конец. Теперь, пожалуйста, спросите у меня что-нибудь, если хотите. Можно с самого конца как раз с темы насчет этих проблем. А вот где-то, когда проблемы, как словопотребление веб-мастерами, вот этим показателем свежества? Ха-ха, конечно, есть. А это очень просто объясняется. Свежесть — это такая штука, которая любит, когда документ недавно создан. Но она должна быть такой. Как только у вас есть некоторый атрибут, который коррелирует как-то с тем, что вы любите, под него сразу начинает оптимизироваться. Постоянно. И что бы вы ни делали, под вас оптимизируется. А вам надо ловить и искоренять. В смысле, любая вещь, которую я скажу про свежесть, что важна свежесть, важна релевантность. В первом случае ко мне придут ребята, которые одну и ту же страницу сдают, и вот все, у нее возраст полминуты, полминуты, полминуты. Во втором случае мне придут люди и напишут гигантские SEO-шные тексты. Все спрашивают сегодня, как там здоровье такого человека. И даже вот такую формулировку вы можете услышать, и такую формулировку, а также такую. И прочитав этот текст, вы найдете ответы на все эти вопросы. А сейчас посмотрите рекламу пластиковых окон. И в любом случае, что бы вы ни оптимизировали, придут оптимизаторы. Вы должны быть к этому готовы и вовремя это понимать и качество пользователям возвращать. Хакнуть можно более-менее любую методику. Это вечная борьба. Важно просто реагировать. Короче, конечно же, они так делают. Не буду называть имен, но не знаю о таком, я говорю. Говорит, что у вас документы привыше здесь муты, например. Как вы поняли, что с этого сайта нужно искать вот эти вот свежие документы? Ага, да-да-да, действительно, да, проблема. Вот есть вопрос про, грубо говоря, робот свежий. Как нам... Ну, действительно, ссылок новых появляется огромное количество невообразимых. Все прокачать невозможно. Не только потому, что канала не хватит, но и потому, что мы уважаемые ресурсы положим, как бы, да, досан. Это плохое поведение. Не надо так. Вот. Ну, по существу, если вы кроулер, то вы должны делать, ну, примерно такую работу. Вы должны понимать про каждую страницу... Ну, понятно, да? Про каждую страницу, там, как часто ее, например, надо перекачивать. Появились ли с нее, там, свежие ссылки. Вот вы делаете какой-нибудь предиктор, который говорит. Вот с этой страницы часто появляются, скажем, документы, на которые пользователи кликают потом в выдаче. Это какой-то хороший статический ранг для хоста. Дальше вы понимаете, как часто его вообще можно качать. Ну, и качаете, как бы. Вот. Фактически, ну, получается довольно очевидная схема, которая вряд ли кого-то удивит, что, ну, там, скажем, авторитетные новостные хосты получают хороший ранг. Сайты, скажем, каких-нибудь, там, блогеров, которые делятся интересными для всех ссылочками, тоже оказываются, там, с хорошим весом и так далее. Вот. Ну, по сути дела, то, вот, что вы в итоге оцениваете, скажем, это хост или, там, какой-то в более широком смысле, там, владелец этого, там, контента, да, ну, зависит от того, как бы, какие у вас есть ограничения, скажем, у вас могут быть ограничения по, ну, просто по размеру базы, да, там, по тому, как часто вы можете вообще, в принципе, качать, как много, по тому, как вы много можете качать, там, скажем, с конкретного айпишника, ну, там, и так далее. Просто вы должны решать, какие источники контента лучше, чем другие, и их качать чаще. Вообще, как индекс, убийственные документы, у меня самого индекса, они вообще как-то высекаются, не высекаются, не только там свежие, которых нет в основном. Ну, вот такие ситуации, когда документ существует пять лет, и вдруг стал актуальным, это обычное обновление контента, все-таки какое-то. Вот, то есть, ну, тогда, ну, я бы так сказал, если что-то случилось, относящиеся к содержанию этого документа, то вы вряд ли поймете это из него. Вот, поэтому, с точки зрения актуальности, он, скорее всего, все-таки будет проигрывать каким-нибудь другим документам, например, в которых это написано. Что-то, типа, дружище, что случилось. Вот. База большая, вообще говоря, ну, это все, понимаете, как зависит от уровня технологичности. В принципе, нет никаких причин, почему это должны быть, скажем, разные базы, если вы умеете, там, какие-то реалтаймовые добавочки делать. Ну, это может быть контур, в котором у вас есть большая база, которая варится отдельно, и реалтаймовый индекс, который, вот, новый. Я только такое скажу, что очень важно, чтобы свежие документы ранжировались не только свежестью, а еще и большой формулой. Почему? Потому что, например, есть цитатные запросы. Скажем, кто-то скалкивает цитату, тут свежесть, скорее всего, не поможет. Вот у вас такой длинный из 100 слов запрос, он не может быть свежим, просто, по природе своей. Но, вот, свежие документы именно с цитатами должны-таки наверх попадать. Поэтому важно, чтобы свежесть подранжировалась, как бы, и свежестью, и обычным способом. Поэтому они должны быть, ну, любым способом в большой базе доставлены. Вот, как бы, как добавочка, как, там, эквивалентная часть. Ну, с точки зрения устройства робота и контент-системы здесь в больших компаниях, там все очень быстро меняется. Тут, как бы, нет смысла ничего конкретного говорить. Вот, потому что люди все лучше начинают уметь, там, в MapReduce, в динамические MapReduce, там, в всякие надежные key value и так далее. Вот, тут все прям за полгода вообще меняется очень сильно. Вот. Можно вопрос? Вы сказали, что соцсети не очень надежный источник властей. Но кажется, что если система будет какой-то там полимеральности указывать, допустим, на третьей позиции будет стоять какая-то новость из соцсети, а человек, который задал, он, да, такой прочтет, вот, это именно то, что мне нужно, и кажется, что я попал в точку, и кажется, что тогда будет круто выглядеть. Но если вы не попали с какой-то вероятностью, то... Будет не круто выглядеть. Да, но кажется, что это не так будет не круто выглядеть, как если бы вы попадали. Ну, попадали иногда. То есть вы иногда понижаетесь, иногда прям очень прям ступенькой повышаетесь. Ну, я так скажу свою текущую экспертную оценку этой ситуации, что прямо сейчас не стоит так делать, вот, потому что, ну, в действительности случаи, когда туда постят в соцсети напрямую недостоверную информацию, они распространены. Если это еще и будет поисковиком как-то форситься, то там уже не соберешь. Как бы останков от этого поисковика. Потому что сейчас есть оптимизаторы, которые на все популярные запросы создают страницу каждые пять минут, а тут они еще станут в блок писать про это, ну, и заживем. Вот. Ну, я не говорю, что это совсем бесполезная штука, да? Это, ну, там, как факторы и так далее. Опять же, там авторитетность может какую-то водить. Это все, в принципе, возможно. Но вот напрямую оттуда влиять на выдачу, я, пожалуй, пока что поберегся. Но сигнал в духе того, что это новость с хорошего агентства, она про то, про что вот там писали в соцсетях, да? Ну, это вполне себе хорошая история. Вот так делать, пожалуй, стоит. Вы говорили, что у вас, собственно, доклад, значит, что много основных на пункте не пользуются, то есть, наверное, у соцсетях МГЛ, какой, каким-то запросам ставить, где-то новости, места серии, где-то не ставить, что делается с частотными запросами? С низкочастотными... То есть, прости, что-то про новость, не актуально, но не очень частотные запросы. Короче, на частотных запросах работает статистика, на низкочастотных работает машин-лёрнинг. И всевозможные способы что-то понять про длинный запрос. Например, очень хорошая история. Взять... Ну, грубо, да? Беру все биграммы, входящие в запрос. Про каждую биграмму я знаю, что это свежий запрос, не свежий, там свежество с требованием. Ну, вот такую штуку считаю и вполне себе могу неплохо и для длинных запросов тоже понимать. Вот если... А? Какой сбросок? Ну, да. Фактически так оно и работает. В любом случае, более-менее для любого фактора наличие... Ну, зависящее от запроса, да? Наличие его расширенной версии сглаженной, оно очень важно. Потому что действительно, иначе длинный хвостик совсем не работает. Но, с другой стороны, там еще, знаете, всякое такое работает. Все-таки событий происходит много, а разных событий происходит мало. Вот, скажем, если это там про пожар, умер, разбился и вот прочие радости жизни, ну, там с большой вероятностью что-то на эту тему да происходит всегда. Вот, иногда еще и там... Ну, иногда еще хорошо понимать просто, а сколько вообще про это спрашивать, скажем. Если вот прямо сейчас начали много спрашивать, а вчера не спрашивали, ну, тоже хороший сигнал. Ну, короче, вот такие вот вещи, плюс сглаживание, в принципе, позволяют на длинном хвосте себя как-то неплохо чувствовать. Но, действительно, я бы согласился, все-таки качество на вот редких запросах, оно, на мой экспертный взгляд, сейчас ни у кого не является удовлетворительным. Вот, ну, это правда так. И в том числе не с точки зрения подмешивания, мне, конечно, за это очень стыдно, потому что я за них отвечаю. Вот, и, как бы, когда вы вводите, значит, стословные запросы, видите картинки про это, в общем, это моя работа тоже, вот. Но, в общем, на мой взгляд, тут от победы еще нас очень много отделяет. Такая челленджная задача, да, вообще? Челлендж. Так хочется прям прийти и сделать. Ну, вот тут мы уходим в область, которая по-научному называется counterfactual reasoning, там, значит, это такой некоторый подход к тому, как оценивать полезность подмешивания по одному поведению пользователя на запросе, а не по поведению пользователя на многих запросах, скажем так. Ну, там, грубо говоря, без АБ тестирования, да? Вот. Ну, действительно, для свежести такая counterfactual оценка существует, ее, понятно, тоже можно всячески развивать. Есть оффлайн, вот, естественным образом. Ну, вот, есть, там, время доставки документов, там, время от появления в базе до отрисовки и прочие какие-то понятные вещи. Вот. Еще интересный подход — это брать прямо ассессорами, размечать время начала события и смотреть, как мы начали, ну, там, с какой задержкой мы начали реагировать. Мне еще нравится график строить, количество запросов по теме и трафик на свежее. Вот там обычно есть такой перелом, когда мы начинаем хорошо отвечать, трафик прям суперсильно растет, а до этого трафик сильно не догоняет вот запросы. То есть, обычно, когда что-то, правда, произошло, там, CTR свежести может быть, там, скажем, два, там, три и так далее, то есть, сильно обгоняет. Вот, пока график не обошел, но, значит, мы как-то там тормозили, вот. На понятных событиях, где там можно, скажем, взять все запросы со словом, условно, там, пожар, и, ну, это будет почти понятно, что, почти всегда, вот, прямо можно на это смотреть, очень мне нравится. Там прям четко видно, вот, две минуты мы ничего нормального не показывали, потом начали, ну, вот, прям, прям мне нравится это. Когда две нравятся, когда там полчаса не очень. Но такого уже я давно не наблюдал, к счастью. Иначе я тут не стоял. Давай, да, да, топ-5 факторов свежести. О, не слабо, топ-5 факторов свежести, говоришь. Ну, давай я таких по классам как-то разберу. Так вот, друзья, создавайте хороший контент, без копипасты, оригинальный, будьте популярными у пользователей, помещайте туда эксклюзивную информацию, да, и вот тогда, тогда все будет хорошо. Вот такие факторы решают качество для пользователей, друзья, к которому в том числе относятся, например, скорость загрузки, отсутствие гадкой рекламы, папандеров, кликандеров и прочего добра. Вот, будете такими, все будет хорошо. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Продолжение следует...